Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором каждый день вас ждут обзоры на всё, что появляется в нашей игре. Если вы хотите абсолютно ничего не пропускать, подписывайтесь на оба моих канала, потому что в пределах одного канала все видосы, которые я снимаю, просто не помечаются с уведомлениями, которые будут улетать моим подписчикам. Поэтому, ребят, после того, как подписались на оба канала, прожмите на колокольчик и выберите все уведомления. Ну а в этом видосе мы с вами покрутим рулеточку на Бизонте, которая сегодня появилась. Продлится рулетка два дня и здесь можно забрать себе восьмерку. Вроде бы как тяжелый танк, но не ожидайте от него, что играть будете как на тяже, потому что брони здесь особо нет. И я бы сказал, что это такой себе утяжеленный средний танк на восьмом уровне. Играется он действительно приятно и прикольно. Здесь два снаряда в магазине, причем с системой дозарядки. И если играть от одного снаряда, у которого время перезарядки 6 секунд, то получается довольно-таки бодро накидывать по 310 единиц урона с пробитием в 225 единиц. И это все, ребят, базовое значение, которое вы еще и подправить можете в отношении улучшения пробития. Ну и, соответственно, здесь, ребят, вентиль ставить вообще никакого смысла нет. Ну а в отношении второго снаряда, то да, потом он дозаряжается очень долго, но вы можете добрать какого-нибудь соперника, у которого в районе 300 единиц хпшки осталось, закинув второй снаряд, ну и перезаряжаются внутри магазина снаряды всего лишь 2,5 секунды. Короче, отыгрывается данный барабан действительно очень приятно. И порой для того, чтобы повеселиться, я на Бизонте в бои заезжаю. В отношении стоимости рулетки, неоправданно дорого, 11 прокрутов обойдутся вам в целых 18705 голды. Это просто какая-то бешеная сумма за восьмерку, согласитесь. Ну, мне кажется, это перебор, если вы согласны, пишите в комментариях. Если вы сделаете 10 прокрутов и заберете себе машину, то 16205. Ну и если уложитесь в 9 прокрутов, то 11205 золота. Ну и даже вот эти 9 прокрутов, это дороговато для Бизонта. Если вы не заберете к нему легендарный внешний вид, ну а больше здесь поживиться в принципе нечем. Здесь нет никаких контейнеров, здесь свободки всего 2000, остальное это серебро, которое можно нафармить. Есть, правда, еще вот этот анимированный аватар с курицей, которую током бьет, но меня он, честно говоря, не сильно впечатляет. Да, есть еще огнегарпун, но опять-таки на любителя и готовы ли вы за него отдавать золото. В отношении легендарного внешнего вида могу сказать, что без него машина действительно смотрится очень тускло, что на нее не надень. Поэтому в целом я бы сказал, что это один из немногих танков в нашей игре, который действительно требует себе легендарного внешнего вида. Но опять-таки, если вы среднестатистический игрок и голдой особой не обладаете, то, соответственно, ребят, вам, скорее всего, легендарный внешний вид не сильно-то и нужен. И вы за это золото лучше купите себе какой-нибудь танчик-другой. Ну что, ребят, давайте будем крутить. У меня в запасе есть 4000 золота. Кручу на твинке, потому что на основном аккаунте бизонты у меня есть. А купиться с данной рулетки я 100% на основе не смогу. Ну и компенсация за машину, как вы понимаете, будет золотом в размере стоимости данной машины 3750. Короче говоря, не весело. А на этом аккаунте данной тачки у меня нет. Итак, ребят, поехали. 30 золота. Я больше чем уверен, что я сейчас хлама понасобираю всякого. Скорее всего, заберу несколько раз серебро. Вот вам, пожалуйста, 50 голды за 50 тысяч серебром. Опять-таки, напишите в комментариях, вы бы отдали 50 золотых монет за 50 тысяч серебрушки или лучше зайдете в бой и нафармите ее. 350 тысяч серебром. Того на 400 тысяч пополнил копилку, но похудел по золоту. Опять-таки, считаю, что марнотратничество. В общем, в целом, эта рулетка, большое марнотратничество, если за первые несколько прокрутов вам главная награда не выпадет. А она, скорее всего, вам и не выпадет, потому что шансы получения машины очень маленькие. Вау! Получаю себе легендарный внешний вид на данную машину, хотя шансы получения были приблизительно такие же, как и на самого Бизонте. Сейчас шанс получения Бизонте у меня составляет чуть более полупроцента или немножечко не дотягивает до одного процента, смотря как мерять эту жизнь. Наполовину полный стакан или наполовину пустой. Кредиты. 12% и 1 миллион с вероятностью 3%. Анимированный аватар с курицей. 34% шанс выпадения. И бустеры свободного опыта. Вау-вау-вау. Целых 30 штук с вероятностью 35%. Ну, ребят, идти так идти, крутим на 1000. Что получаю за 1000 голды? Неужели курица будет? Нет, огнегарпун. Ну, не знаю, если вы богатый на золото человек, то, возможно, огнегарпун вы бы за 1000 золота и купили. Я лично навряд ли. 1500 голды это последний мой прокрут, больше золота просто нет. Танки продавать ради того, чтобы крутить дальше эту рулетку, не вижу никакого смысла. В итоге, что получаем? Получаем потраченных 3700 приблизительно голды и куча хлама, падающая мне в хранилище. Ну, не считая легендарного внешнего вида, может быть, когда-нибудь Бизонте я себе и заберу. Если вы хотите посмотреть обзор на данную машину, абсолютно честный, то переходите по ссылочке, которую я добавил специально для вас в описании. Поверьте, завладеть Бизонтой не так уж и плохо, а вот цена вопроса, это уже дело ваше. Сколько вы готовы отдать за фановую веселую машинку, которая не обладает броней, но является довольно приятной по орудию. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю большего везения, нежели было сейчас у меня. Обязательно мира и спокойствия. Всем пока-пока.